Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Никогда не говорите об этом. Народные приметы. Сегодняшнее видео еще узнаете. О силе слова каждый человек порой знает не понаслышке. Один сталкивается с завистью, иные становятся предметом обсуждения как со стороны семьи, так и завистников. Даже невинные диалоги порой могут стать причиной неудачи у человека. Некоторые считают отсутствие желания человека рассказывать о себе недоверием и отдалением. Но на деле это лишь признак наличия особых знаний, которые помогают при помощи силы слова избежать череды неприятностей. Есть несколько категорий тем, о которых никому не следует рассказывать, не только окружению, но и порой даже семье. Первые свои планы. Многие наверняка сталкивались с ситуациями, когда человек, сказав кому-то о планах, чувствовал упадок адреналина или подвергал жесткой критике. Кроме того, ряд людей любят посплетничать по телефону с близким окружением, не видя в этом ничего плохого. На деле такие ритуалы могут здорово исказить судьбу, испугнуть удачу даже в самых реалистичных начинаниях. А сплетники даже порой сами не понимают негативного посыла о своих действиях, считая разговор по душам абсолютно нормальным. Второе. Об успехах. Казалось бы, нет ничего плохого в том, чтобы поделиться своими успехами. Но если доверия к ближайшему окружению нет, лучше завести личный дневник прогресса, а в беседах фильтровать информацию. Таким образом можно научиться понимать, что можно говорить, а что нет. А также научиться преподносить информацию в выгодном для себя свете без вранья. Третье. Финансовое состояние. Очень сложно порой удержаться от такой темы даже в семейном кругу. Но стоит помнить, что такими обсуждениями и владея полной информацией старшие люди могут легко контролировать поток финансов детей или прочих младших членов семьи, держа таким образом их на коротком поводке. Финансовая энергия считается одной из наиболее нестабильной. Поэтому если родня активно интересуется финансами, ради своего же блага можно и приукрасить положение вещей. А лучше попросту уйти от разговора в иную русло. Также не стоит отчитываться о тратах и стоимости вещей. Покупки – это личное дело человека. Потому экспертного мнения на данные вопросы не существует, а контроля мало кому понравится. Далее. Рассказы о собственных сновидениях. Сновидения – это еще одна личная тема, которую нельзя обсуждать не только в сети, но и даже с самыми близкими людьми. К такому выводу пришло большинство магов, изучающих данную проблему. Иногда через сон к человеку приходит подсказка, совет, который знающие люди могут расшифровать, быстрее самого сновидца. Но утаить информацию, используя ее в корыстных целях. Следующие – страхи и свои фобии. О таком умные люди не станут говорить даже ближайшему окружению. Ведь на страхе можно хорошо сыграть, подчинив волю человека. Лучше знать свои страхи самому, избегая из проявлений на своем пути. Следующие – это неудачи и поражения. Пожеланные боли – наболевшие темы для тех, кто находится не в самом лучшем положении. Порой действительно хочется выговориться или попросить совета. Но делиться неудачами следует только с экспертами, наболевшей проблемой, то есть теми, кто может реально дать вам дельный совет. Родня же в своем большинстве используют такие темы для обсуждений и сплетен. И в конечном итоге еще больше усугубляют ситуацию. Потому о неудачах не следует болтать без крайней нужды. Если ситуация такова, что разговоров на выше упомянутой темы не избежать, можно немного приукрасить ситуацию. Например, придумать несуществующий источник дохода, если родня имеет свойство сплетничать или манипулировать. Если проявится чувство зависти или контроля, то он будет направлен на вымышленный поток энергии, а существующий останется нетронутый. Кроме того, таким методом можно легко вычислить сплетника или недоброжевателя. Ведь при помощи данных советов можно скорректировать речь и диалоги таким образом, чтобы они не вредили вашей личной жизни.